Привет всем! Это снова 12 стульев. Мы продолжаем разыскивать нашу фамильную мебель с фамильными драгоценностями внутри. Я напоминаю, у нас два стула по-прежнему находятся в Старгороде, а 10 стульев увезли в музей в Москву. Да, я... Наконец-таки в этой локации нам что-то появилось доступное. Вот, женщина, смотрите, женщина. Мадам Гритцацуева, извечная вдова, истосковавшаяся от одиночества. А, так он умер. Все последние годы ждет храброго принца, который почему-то не спешит за своим счастьем. Хотя природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки и мощный затылок. Привыкла к самостоятельности, чрезвычайно утонченная и романтическая натура. Мощный затылок, впервые слышь такой. Судя по адресу, эта знойная женщина и есть вдова Гритцацуева. Вы не помните в списке ваших ошибок молодости ее случайно, нет? Нет, ну что? Значит, это она в настоящее время пользуется интересующим нас стулом. Но как этот стул достать? Купить? На что? Также, не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе отсутствующих средств, это вызовет толпи. Почему один стул? Почему именно этот стул? Ну? Что же делать? Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед моими апельсиновыми штиблетами ни один стул не устоит. Грилан, ты там, ей-богу, в ее стуле. Не волнуйтесь, гражданин Михельсон. Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть! Однако, для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запретан походный на СССР с набором отмычек? Выбросите из головы! Это типичное пижонство! Грабить бедную вдову! Хочется вить скорее! Скоро только кошки родятся. Ага. Че, прям так сразу, да, серьезно? На мадам Грицацуевой. Зачем же? Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле. Но ведь вы себя связываете на всю жизнь! Ну это вряд ли. Чего не сделаешь для блага концессии? На всю жизнь. Это большая жертва. Райт, 60 тысяч рублей. Жизнь, жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но! Господа присяжные заседатели, это сложная штука открывается просто как ящик. Так она баба... Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Она же, наверное, богатая, да? Ну или обеспеченная, как бы ему наоборот хорошо. Я привык общаться, имея все козыри на руках. Пусть пока предводитель Каманчи произведет разведку боем. Так... Послушайте, цветок эмиграции. А не помните ли вы в Старгороде такого человека, который был бы замечен в знакомстве не только с вами, но и с гражданкой Грицацуевой? Ну, не знаю. Может быть, Баур Елена Станиславовна. Уйзык. Ей можно доверять? Знакомая женщина? Да, старая знакомая. Тогда, может быть, зайдем к старой знакомой. Освежим досье на бриллиантовую вдовушку. Точнее, на мою будущую супругу. Можно попробовать. А, бриллиантовая, это потому что, в смысле, у нее наша бриллианта. Я подумала, что она бриллиантовая. В смысле? А куда идти-то? Это она, нет? Предварительно хотелось бы оглушить врага тяжелой артиллерии в виде Ипполиты Матвеича. Если бедолага выживет, значит и мне можно вступать в игру. Так, за Ипполита, что ли? А кроме подруги детства еще кого-нибудь знаете? Знаю, но не уверен в их надежности. А где эту женщину искать-то? Получается, что единственный надежный источник информации о вдове ваша школьная подруга Баур. Тогда все дороги ведут к ней. Так а где? Чем больше мы узнаем ее слабых мест, тем проще будет обольстить гордую старгородскую девушку. Вот именно. А где же нам найти-то эту? А, подождите, я поняла. Пойдемте, да, пойдемте. Я, кажется, осознала. Там у нас женщина одна была, которая нас не пускала к себе. А почему мы так медленно ходим? Опять локации, на которые мы медленно ходим. Понятно. Ой, стоять! Че, смотрите, поменялось. Наши герои на пожаре. Городские хроники. Видали? Прослыть героям сейчас сущие пустяки. Да не говори. Чего стоит такое геройство? Сам поджег, сам потушил. Вы боролись с огнем самоотверженно, словно уш на сковородке. Да то. В отличие от тебя, ты вот ничего не делал, только шланг держал. А он между прочим качал вот это все. Ты еще и поджег, между прочим. Ой, и знаешь, иди куда. Пойдем, да. Вот, вот это, наверное, она. Ну-ка. Кто там? Это я. Кто именно? Ну? Ваш голос совсем не изменился, Елена Станиславовна. Ух ты ж. Что вы говорите? А ваш голос мне почему-то совершенно незнаком. Пиши пока память отшибла. Прошло столько лет, даже не верится. Папа? Соглашайтесь на папу. Это Ипполит. Ипполит Матвевич? Ага, вспомнила. Вашим услугам, Елена Станиславовна. Так. Как вы жили все это время? Где вы были? Ты хоть дверь откроешь? Я до недавнего времени был далеко отсюда. Ой, да что же мы через дверь-то разговариваем. Входите. Вот именно. Опомнилась. Ну-ка, пошли. Ты пойдешь? Пойдет, смотри-ка. Бывшая возлюбленная Воробьянинова, некогда красавица прокурорша Елена Станиславовна Боу, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. Ныне же о былой привлекательности напоминал лишь ее неизменный голос, да привычка раскладывать пассианцы, приобретшие за долгие годы одиночества чудовищные формы. Ничего себе. Ой, смотрите, вороны какие-то прям, клетка, ой, какие-то гоблины, ой, череп. Как вы изменились. Говори похорошело. Но он, я уверен, продолжает подглядывать. Кто? Спасибо. Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тут же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. У них какая-то своя тема, видимо. Видите, я нелюбопытна. Недоступная богостная. Я вовсе не приехал из Парижа. Мы с коллегой прибыли из Берлина, но об этом не рекомендуется говорить. Что ты говоришь-то? Я так рада вас видеть. Взаимно. Первое свидание, трудные минуты. Ой, тихо давай. А вы помните, Ипполит Матвеевич? Чего? А вы помните, Елена Станиславовна? А помните нашу первую встречу на благотворительном базаре? Так, у нас переключилось. Увы, и тогда выпили с шумпанское из моего картонного кувшина. Ася говорит... А что это у вас за отходы птицефабрики? Что вы имеете в виду? Куриный лап хэкет. Я про вот эти связанные вместе куриные лапки. Ах, это... Амулет какой-то. И от чего он защищает? Я уже не припомнил. Действительно, и зачем помнить такое? А, мы можем... Давайте, поряд. Может, защищает от сглаза? Точно не от сглаза. А тогда, может быть, от куриной слепоты. Ха-ха-ха. Верно, предводитель. Зачем курице без ног зрения? Действительно. А это, она, наверное, на удачу, да? Или нет? Или это кроличья? Эти... Обязательно. А не бессмертие ли он дарует? Ну-ка. Молодой человек. Думаете, он бы тогда здесь без дела лежал? Ну, тоже бы точно. А где бы он тогда был? Он бы тогда висел у меня на шее, не снимаясь. А запах? За бесконечную жизнь привыкл. Ха-ха-ха. Подожди, а зачем тебе бесконечная жизнь? Что ты с ней будешь делать? Это, знаете, как в этом фильме «Братья Гримм», да? «Братья Гримм», да. Это королева-то это. Это случаем неприворотное зелье? Это, случаем, неприворотное зелье? Нет. Приворотное зелье внутрь клиента помещать надо. А разве нормального мужика заставишь эти куриные лапки съесть? Если очень голоден. Съешьте, фельдмаршал, и ни одна красотка не устоит перед вашим обаянием. Уж лучше пусть устоит. Эй, Полит! Так вот, там была эта королевна, она, значит, вечную жизнь получила, да? А молодость-то нет, а молодость-то нет. Старая разваленная мумия, жила она вечно, да, а шевельнуться даже не могла от старости. Удачу. Эти куриные лапки приносят удачу? Да нет, удачу кроличьи лапки приносит молодой человек. Хотя, с удачей этот амулет, по-моему, как-то связан. Как? Давно он... А кто вам его дал? Давно он у вас? Еще в молодости дело было. О, с тех пор лежат? До эпохи развитого социализма? Да не ех... А кто дал? Кто вам его дал? Шарлатан какой-то. Только не дал, а продал за какие-то немыслимые деньги. И что сказал при этом? Не по-нашему что-то. Где вы... Ну так тебе же сказали, шарлатан дал. Где вы его получили? Где же это было? А? Ах, ну конечно, это было на Елисейских боях. Естественно! В Париже? Совершенно верно. А то! Вы приобрели случайно с кем вы были? Ну давай подряд. А вы приобрели этот сувенир случайно? Нет. Я его специально искала. Ради какой-то цели. А зачем... Хоть убей. Привражить Ипполита? С кем вы были в Париже? С кем же я была? А-а-а! С воробьянина? Ну... С кем же еще? С кем же еще? Значит вы все-таки были в Париже? Но это было... Давно. Вас могли завербовать уже тогда. Вот именно. Мадам, вы наверняка помните, что этот тройной агент встречался с подозрительными личностями. Встречался он с картежниками, играл в карты день и ночь, проигрывал невероятные суммы. Вспомнила. Вспомнила, зачем я купила тогда этот амулет? Ну-ка. Он приносит удачу при игре в азартный агент. А-а-а! Мне было жалко смотреть, как Ипполит проматывал свое состояние. Логично, да. Но почему же тогда я так и не отыгрался? Не подействовал. Потому что тебя тогда от одного вида этого амулета тошнило. А-а-а! Ну как же так, Елена Станиславовна? Надо было объяснить мне все. Ну что же вы молчали? Надо было не играть! Ну ладно, предводитель, будет вам. Чего так кипятитесь? Ведь если бы я тогда воспользовался этим амулетом, то сейчас мы могли бы искать не один, а два стула. А может быть даже и три. А может и все 12. Но при чем здесь стулья? Зачем вы их ищете? Надо! Это всего лишь метафора, мадам. Красноречие моего коллеги подчас даже мне до конца не удается понять. Следите за языком, гигант мысли. А-а-а! Простите меня, Ипполит Матвеевич. Она такая дама, смотрите, в перчатках, в этом буа. Верно, чего гадать. А о таком амулете я всегда мечтал. Вот бы нам его заполучить. Да на кой черт тебе он? А помните нашу первую встречу? Ты уверен, что он это поможет тебе? Вы тогда выпили всю ш... А что это у вас... Что вы выпили всю ш... Ведь этот памятный подарок мог бы и вам принадлежать. Фу! Какие фантазии нелепые! А-а-а! Ясно! А помните нашу... Похожая африканская вещица. Как догадались? По цвету. Что с ним не так? А помните нашу первую встречу? Вот какой-то тролль, смотрите какие уши. Красавец! Чем-то напоминает вас киса. Вовсе нет. Никакого сходства. Да? Ну как же, этот благородный нос, а эти интеллигентные уши... Не спорьте с ним, Елена Станиславна. Это бесполезно. А помните нашу первую встречу? А-а-а! Тут есть вход. Вынужден прервать ваши милые воркования, сударыня. Но нас с коллегой еще ждут кое-какие дела. В смысле? А я, пожалуй, задержусь здесь еще на какое-то время. В смысле? Дон Жоан Ископаемый. Дон Жоан Ископаемый. Вот тяна. И долго вы здесь смеетесь задерживаться, Дон Жоан Ископаемый? Это мое личное дело. Оно вас не касается. Ясно тебе. С тех пор, как я взялся вас опекать, любые ваши ручные дела касаются и меня тоже. Вы можете просто подождать меня за дверью. Давай, джбейте. Не мешай свиданию. Люди соки летнятелись. Не дождетесь, парижский обольститель. Немедленно покиньте. Несчастный. Что? Он здесь, видите ли, прохлаждаться будет, а всю грязную работу опять мне одному проворачивать. Немедленно покиньте квартиру гражданки Баур. Несчастный. Так мы ничего не узнали у нее. Я никуда не пойду. Посоря. Бунт на корабле? Сейчас он будет жестоко подавлен. Чем предпочитаете драться? Холодным оружием? А то можно устроить в дуэль на мясорубках. Это элегантнее. Каждое ранение, безусловно, смертельно. Пораженный противник автоматически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? Во сколько за вами прислать секундантам? Ты че разошелся-то? Ты че разошелся-то? Я иду. Надеюсь, еще увидимся. Елена Станислава. С придыханием. Вы слышите? А мы вышли, да? Мы ничего не узнали. Вы дураки, что ли, какие-то два? Ты, блин. На какой хрен мы заходили тогда? Не, ну это бредятина какая-то. Хорошо, что вы вернулись, Сиполит Матвеевич. А я уже было подумала, что вы снова меня покинули. Как много лет назад. В своих ошибках молодости целиком раскаиваюсь. Разрешите еще ненадолго вас задержаться, Елена Станиславовна. Ах, ты ж старый развратник. Так и че нам делать-то вы мне скажите, объясните. Они не разговаривают, кстати, больше. Давайте попробуем нажать на эту женщину. Что вы делаете-то, вы двое? А, ну вот. Мадам, а мы счастливы видеть в вашем... Давайте, короче, подряд. Мадам, мы счастливы видеть в вашем лице строгий секрет, государственная тайна. Я все прекрасно понимаю. Сейчас такое тяжелое для всех нас время. Все приходится делать, таясь, прячась. Ну вы, я надеюсь, не подкачаете. Нелегальной деятельностью? Ясно. Но вы, я надеюсь, не подкачаете. Вам можно доверить судьбу этого неугомонного бунтаря? Конечно, можно. Но в душе Ипполит Матвеевич все тут же озорною нет. Ах ты ж, да. Его звездный час еще наступит. Мы все будем верить в это. А, да, можно и так. Тоже, как и мы, занимаетесь нелегальной деятельностью. Всего-то, гадаю на картах, небольшой дополнительный заработок. А основной какой? Не боитесь, что это станет известно властям? Да у меня только проверенная клиентура. Сказать по правде, одна и та же клиентка регулярно бывает. И кто же, позвольте поинтересоваться? Мадам Грицацуев. Вот оно! Как вы сказали? Грицацуева? Оно самое. Да? Знаете ее? Бедняжка. Ее супруг пострадал за дело Отечества, проливая кровь в империалистической войне. Придет время, мы ей поможем. Ты откуда-то такие? Что-то не замечала я, чтобы она в чем-нибудь испытывала нужду. Из зажиточных дамочка стульчик. Ну-ка, подожди. Из зажиточных дамочка. Ой, а что это вы все у меня про нее вы спрашиваете? Вы случаем не брачный аферист? Неаааа. С предводителем дворянства за последние годы пришлось выслушать немало оскорблений, но мы все сносим и просто делаем свое дело. Такова уж у нас изгнанников судьба. Да. Простите, пожалуйста, просто никому сейчас нельзя доверять. Вообще-то да, ему особенно. Безусловно, но нам с Воробьяниновым можно. Особенно тебе, да? Не, ну давай про теплоту. Ну как же, а человеческая теплота? И правда ваша. Постоянно на мужа ей будущего гадаю, на трифового короля. Да только пустая эта затея. Да? Почему же? Да потому что вбила Грицацуева себе в голову, будто на жениха ей само провидение указать должно. Да вот только даже провидение не под силу отыскать такого идеального мужа, чтобы он ее требованиям соответствовал. Так и уходит вдова каждый вечер от меня ни с чем. И что за требования такие нереальные? Ну-ка, поведай нам. С предыдущим-то мужем Грицацуева так намаялась, что ищет теперь кавалера с качествами, которые у покойного мужа напрочь отсутствовали. Это какие? Что за качества такие? Позвольте полюбопытствовать. Расскажи нам. Ее избранник должен быть добрым, смелым, да еще при этом и щедрым. Да? Ну и плюс, как я уже говорила, направленным самой судьбой. Вообще, не бывает такого на среде. Ну-ка направь нас, направь нас. На требованиях прям нереальные по нынешним-то временам. Что скажете, Ипполит Матвеич? А-а-а, ну если подойти к этому вопросу научно. Так. Браво, киса! В любом деле главное научный подход. Дело за малым. Осталось проявить смелость, щедрость и что там еще? Доброту. Доброту. И проведение. За добротой дело не станет. Добрее меня, Ипполит Матвеич. Только Заратустра. Так а че, ай в смысле проведение? Алло, подождите. Женщина, вы куда свои карты опять раскладываете? Укажите на нас. А да... В смысле? Так а как нам, чтобы нам проведение на нас указало? Мадам, а давно ли вы последний раз бывали в местном собесе? Да что вы! Упаси бог там оказаться! У меня еще пока собственная жилплощадь имеется. Неужели там так плохо? Еще бы! Говорят, там всем заправляет семья каких-то жуликов. Измываются над пенсионерами. Превратили бывший особняк Ипполит Матвеича в вертеп. Ничего! А, это богадельня, да? Придет час расплаты и в эту богадельню. Это куда нас там это? Это где эти бабки всякие? На распространение листовок? Мадам, при переходе через границу мы совершенно забыли поменять валюту на советские деньги. Вы не одолжите 100 рублей на распространение листовок. После ближайшего переворота обещаю вернуть все сполна. Ага. Если бы у меня были такие деньги, то с радостью бы оплатила такое благородное деяние. А 30 рублей? Правда, мало листовок получится. Товарищ Бендер, неудобно, право. Ну? Неудобно, фельдмаршал, когда теща у зятей из-под носа собственность не водит. Мало того, что находитесь на полном иждивении, так еще и мешаете изыскивать средства на ваше содержание. Так, ну в смысле? Он в нее вообще-то влюблен, как бы. А то... Вообще так странно. А сколько же тещи было лет, если у нас Ипполит уже достаточно старый? И что это он женился на другое, вот не на этой женщине? Ну нет, ладно, тут понятно всякое. Там разошлось, не разошлись, это все. Память сувенир. Ну, уважаемая Елена Станиславовна, разрешите в память о нашей неизгладимой встрече попросить у вас на память какой-нибудь сувенир. Например, вон те куриные лапки. Господин Бендер, мне тоже было очень приятно наше знакомство. Об Ипполите Матвеича я уж и не говорю. Ну, естественно. С ним связаны самые светлые минуты моей жизни. Естественно. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Подарите амулет или нет? Не могу. А. Теперь, когда я вспомнила о его свойствах, у меня на горизонте замаячила перспективы лучшей жизни. Она сама планирует играть. Уже ли станете картежницей? Ты че смеешься? А что такого? У нас в Старгороде и клуб тайм имеется, где картежники собираются. Да, в соседней двери вон. Да на худой конец с клиентками играть начну вместо гаданий этих дурацких. Я же вам уговорила, что женщины коварны. Это после того, что мы пережили мчать навстречу с вами через несколько границ, рискуя собственными жизнями. Я же говорил вам, Воробьянинов, что женщины коварны и бессердечны. Абсолютно. Мне было приятно повидаться с вами всеми. Я так люблю нашу эмиграцию. Какая к чертовой матери эмиграция? Бессилие. Не обижайся, Иппа. Иппа. Вы поиграете в сопротивление и уедете. А мне здесь еще жить и жить. Действительно. С амулетом таким спокойнее будет. Ты даже не помнила о его свойствах, но ладно. Ааа, ну что, у меня просто нет слов. А я еще одно место знаю, где в картишке без проблем переброситься можно. В Париже? Вы говорите. Я потом запишу. В Таганской тюрьме, барышня, только учтите, этот дурно пахнущий амулет у вас изымут вместе со всеми остальными вещами при обыске. С чего вы ждали, что меня арестуют? Я осторожно буду. Думаете, соперники по игре будут долго терпеть ваши регулярные выигрыши? Вообще-то да. На вас же в миг донесут. Опасно. Ну что же мне делать? Отдай. Отдать амулет в пользу борцов за свободу и ждать наступления светлых времен, когда игру в карты узаконят. Вот тогда мы вам ваши лапки сразу же вернем. Забирайте. Вот он, конечно, заливает только так. А подождите, это все? А, ну да, получается, все. Простите, дела не терпят отлагательств. Так а нам всецело понимаю. Че толку с этих... Так, ну щедрый. У нас на щедрость добрый, понятно. Делом мы можем подстроить все. Щедрый. Че делать с щедростью? У нас нет денег. Судя по всему, нам надо пойти и выиграть их, да? Куда ты идешь, Астап пойдет? Хотя, может быть... Не кажется... Знаю я. Ага. Может быть, пойдет Ипполит? Он же играл в карты когда-то. Ну-ка. Господа, мне кажется, что за дверью кто-то есть. Тебе кажется. Это специально... Давайте на всякий случай... Какие знакомые голоса. В целях конспирации надо держаться отсюда подальше. А, да? Этому голоса знакомы. Короче, не прокатит. Так а подождите. А че? В итоге-то... Куриные лапы. Каким же доверчивым надо быть, чтобы верить в эти куриные останки? Так а на хрена ты их взял тогда? Замечательно. Меня учат жить. Извиняй. Так, а что у нас вообще есть? Это что, тормозная лидкость, да, по-моему? Толком не уяснил, что внутри этой канистры. Помню только, что Бенгер пошутил, будто это у меня в организме вместо крови. Аааа. Какой же ты негодник, Остап. Ты же вообще беспредельщик какой. Так, ну подождите. Какие у нас варианты развития событий? А, ну давайте попробуем с этой женщиной пообщаться. Мы теперь вроде что-то узнали про нее, да? Давайте попытаем счастье. Она уходит. А у нас все зависло. Ааа. Ааа. Дама с собачкой. Собака убежала. В другую сторону. Ой, ты посмотри. Дамочка, не проходите мимо. Мои цены самые минимальные в Старгороде. Точу все, что со временем тупеет. Где же ты был, когда мой тупой муж был жив? А вам без мужа мои услуги особенно нужны, дамочка. Делаю вам скидку на первые пять затупившихся предметов. А почему только на пять? Ну? Ну хорошо, на шесть. Больше не могу, убыток начнется. Да какие у тебя убытки? Только что горло надрываешь с утра до вечера. Какая злобная женщина. Побежайте, дамочка. А хотите, я ваше недоверие развею? Ну-ка. Как это? Взгляните на эту сверкающую на солнце бритву. Где? Она так остра, что я бы на вашем месте побоялся шевелить в свое присутствие. Ты что угрожаешь? А вот угрожать мне ты зря взял. Она тебя сейчас этим зонтиком затыкает. О, я же сказала. Помогите. Оставь, вмешайся. Запугивать несчастную вдову. Не говори. Сидеть ее от меня. Посягать на честь незащитной женщины. Вот ты скотина. Жизнь решает. Я тебе за дамочку. Она тебя этим зонтиком сейчас изничтожит. А женщина, женщина, добрый вечер. Ваша собака убежала. А зачем? Не надо. Остап пойдет. Ты куда? Отойди с дороги. Ты с... Я вот подумал, Киса, а может быть роль жениха будете вы исполнять? Но уж нет. Ты сам взял... Какие профессиональные удары? На что вы меня обрекаетесь? Ты сам, сам предложил. Вы сами себя обрекаете? Да, именно. Что ж, пожелайте мне выжить в этих беспощадных руках. Удачи. Прекрасная представительница слабого пола. Опомнитесь. Вы меня? Да. Я проходил мимо и не смог удержаться. Засмотрелся, как грациозно вы отвешиваете оплеухи этому несчастному. Отчего он бритвой грозился? Скотина. Я восхищен вашей решимостью, его бесподобное. И даже в какой-то мере завидую этому бедолаге, из которого вы вышибли почти весь дух. Я из вас двоих за компанию могу отбивные сделать. Оп, оп, оп. Не тот путь выбран. Я в этом лично нисколько не сомневаюсь. А вы, коллега? И я нисколько не сомневаюсь. Он начался изничтожить всех. Мы готовы понести наказание за него. Отпустите мужичка. Он все осознал. Чего это? Нам просто стало жаль его. По-человечески жаль. Посмотрите, он такой напуганный и раздавленный. Словно застигнутый врасплох таракан. И вправду погорячилась я. Какой вы добрый гражданин. Я таких уже давно не видела. Первый есть. Женщина, женщина убегает от нас. Так, 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 так. Пошла, пошла, пошла. Ой, не могу. Это розовое платье. Платье, эти рюшечки, эти бантики. Так, этот избитый, побитый. А нечего своими ножами раскидываться было. Так, и чего? Это что, валяется? Что это такое? Да. Астролябия, мой юный друг. Для измерений. И что? И что она измеряет? Все. Было бы что мерить. Да? Серьезно? Одно только название этой штуки, астролябия, уже говорит о том, что мне сей науки не посетить. Ха-ха-ха. Блин, это что-то из каких-то таких морских штучек. Вот, вижу еще что-то. Ух ты, жилет. Всегда мечтал о такой. Уже батя время? Зачай наточить успели. Забавно. Прекрасно. Настоящий джентльмен без этого инструмента таковым не считается. Хотите, побрею? Высдержусь, если позволите. Зря. Брею я быстро. Правда, наценку делаю. Ишь ты какой? Это за что еще? Ну? За конспирацию, Конрад Карлович. А-а-а. Так, все, мы все подобрали. Тут больше ничего нельзя. Не с нашими руками, Тиса, обращаться с этим прибором. Почему? Они у нас под другое заточены. Действительно. Что такое? Что это? Ничего, да? Ну ладно. Так, а куда эта женщина? А, она пошла к этой... Ну, пойдемте к ней тоже тогда. Ну-ка. Давайте. Да, на той локации они так медленно ходят, что просто кошмар. Городские хроники. Главное, здесь только Остапа, как обычно, припихнули. Ну-ка. Пошли. Она еще там? Женщина! А вы еще здесь? О! О! Да-да. Ну-ка. Ой, Тирюша, бантики, не могу. Все такое розовое, все такое... Вам выпадает аркан глупца. Что? Что это за юродивый? И почему он не видит крокодила, притаившегося за углом? Потому что он слеп и доверчив. Потому что он слеп и доверчив. Вас, мадам Грицацуева, не должны ослепить положительные качества потенциального жениха. Ты смотри! Вы не должны ему слепо доверяться, так как его ненасытная пасть алчит вашего богатства. Все сдала! Только попробует разинуть свою пасть, окаянный! Опа! Вам выпадает аркан мага. В его руках мы видим четыре стихи. Так. Огонь, воду, воздух и землю. Логично. А я вижу у него в руках какую-то палку, фужер, саблю и копейку. Копейку. Это все метафоры, мадам Грицацуева. И я вижу здесь отсылку к вашему бывшему мужу. Кубок означает, что он был неравнодушен к спиртному. Меч означает, что он участвовал в империалистической войне. Мне это означает, что он изрядно подточил мой бюджет, скотина. А что означает железная палка? Вот здесь я сама ничего не понимаю. Вам выпадает аркан жрицы, сидящий между колоннами. Много у тебя их там запрещено? А почему у нее закрыто лицо? И что за книжку она скрывает под пальто? Эта карта говорит о вас, мадам Грицацуева. Вы скрываете от посторонних свои эмоции. Держите все в себе. А книжка должно быть сберегательная. Она вам дорога особо. Да? Дальше. Дальше. Еще аркан. Вам выпадает аркан императора. Сколько их там всего? Опять мужик с железной палкой. Почему он сидит на этой коробке? Ну-ка. Это ваш будущий супруг. То, как крепко он сжимает жезл, говорит о его властной натуре. Да. А то, что он сидит на неудобном каменном кубе, намекает на его упрямый характер. Понятно. Ничего не понятно. На его жезл у меня своя скалка найдется. Ишь, какой гордый. Да не говори. Она за антом вон как. Вам выпадает аркан императрицы. Сколько можно? Почему она на шарах расселась? Это опять вы. Но уже замужем. Сидит она на солнце, а ноги сложила на луну. Ты прям до старости будешь судьбу раскорять? Что же я в раскорячку-то сижу? Это значит лишь, что вы будете полноправной хранительницей очага. Так. А ваши возможные соперницы будут валяться у вас в ногах. Ах, шавки какие-то. Вот это правда. Абсолютно. Она их устранит зонтом одним. Вам выпадает аркан первосвященника. А может нам надо что-то делать? Мы стоим-то, блин, слушаем это все. Первосвященник. А остальные что? Второсвященники? Тот, что держит правую руку на груди. Мадам, ну и что рассказали вам карты? Ах, не отвлекайтесь, мужчина. Самое интересное начинается. Им киса, видите ли, интерес. Да мы заколебались, это слушайте. Я думала, он закончится, а это... Вам выпадает аркан первосвященника. Ей тише твою. Кто из них троих первосвященник? Остальные... И эту штуку изрежу, и сам могу пострадать. Вам выпадает аркан первосвященника. Давайте дослушаем про первосвященника. Кто из них троих первосвященник? А остальные что? Второсвященники? Тот, что держит правую руку на груди. Это представители закона, регистрирующие ваш брак. Красные и черные монахи, это претенденты на вашу жилпло... Я хотела сказать, на вашу руку. На вашу жилплощадь. Красные член партии. Да вот же, давайте возьмем, черный, возможно, член правкома. Член, блин. И кто из них меня завоюет? Никто. Пока карты об этом умалчивают. Ёкарный кот, на ты возьми. Ага, вот вам и выпал аркан в... Елена Станиславовна. Долго вы еще тут будете? Не мешайте мне, молодой человек, я занята. Ага, вот вам и выпал аркан в... Че нам делать-то? Алло, в смысле? Я, я не знаю. А почему две бабы здесь? Что за издевательство? Успокойтесь, мадам, говорит Сацуева. Ваш будущий избранник сейчас на распутье. Они все это, а баркан будут... Он выбирает между вами и другой женщиной, падшей и распущенной. А лучник правосудия... Я, в отличие от некоторых, пожарным не прикидываюсь. Я без понятия, что делать. Ага. Я что тут обнаружила, смотрите. А почему здесь только ваша фотография? Да. А вы хотели бы здесь увидеть свою? С подписью «Разыскивается белогвардейский шпион»? Нет. То-то же. Действительно. Действительно. Фотограф выбрал не очень удачный ракурс. Ну, какой был. Согласен, обычно я получаюсь гораздо фотогеничнее. Хотя, скорее всего, это вы из зависти сказали. Вовсе нет. Не завидуйте, киса. Ваша физиономия скоро не будет сходить с обложек модных европейских журналов. А то с бриллиантами. Ну? Узнаете этого мужественного молодого человека. Так, а что надо сделать? Любите вы себя, товарищ Бендер. Что поделаешь? Я облалюб. Бендер. Подожди, ну. Да почему здесь... Да в смысле мы это уже слышали? Может, надо что-то применить? Лапки? Если повесить здесь, то могут подумать, будто курицу я иззвел. А вдруг она была совхозной? Ой, я не знаю. Ну, тормозную жидкость, ну, вряд ли зачем нам. Не-е-е. Я слаб в химических составах. В каких же составах вы тогда сильны? Ой, ну вот это потронивает друг на друга. Не мое это дело. Ясно. Так, бритва. Ну, что здесь можно отрезать с пользой для себя? Да. Ну, ладно. Астролябию. Ну, как здесь поможет то, название чего я уже снова успел забыть? Я не знаю, что надо сделать. Что вы от меня хотите-то? Думаете, клаксон этому поможет? В привлечении к себе внимания. Я же нажимала! В смысле? Алло! Вы че? Я нажала в прошлом... Что еще раз доказывает, что мне совершенно чуждо тщеславие. Страна, конечно, должна знать своих героев, но не всех. Я вообще просто... Я увидела сейчас тут такую вещь, что тут вот это вот, вот это, смотрите. Наверняка тоже национализирован. Не, ничего не говорит. Я думала, скажешь тот, что окно выбито, и тут горело что-то. Я нажимала! Я нажимала этот бритвой! Он вырезал себя! Я так понимаю, нам надо это... Подложить, что ли, на стол этой бабе? Да зачем... Зачем вы расходитесь по разным углам? Вы че делаете-то два? Ой, я тут уже столько... Я тут столько уже просто хожу, это вообще кошмар. Это жесть какая-то. Я уже на все столбы, блин, применил. Я уже тут все сполосовать этой бритвой готова была. Ох, как в них... Вам выпадает аркан от шеи. Эти все про свои арканы, блин, несчастные. Давай подкидываем. Дед какой-то с палочкой. Как кидай. Гендер потом может в отмешку мое фото тоже куда-нибудь прилепить. Да в смысле? Я думала, им на стол надо кинуть. Мадам Бур гораздо больше заинтересовала бы фотография воробьянина на белом коне. Топ тебе. Я никогда не навязываюсь намеченной в жертвы даме. Она сама должна заглотить нажиму. Добровольно. Вам выпадает аркан... Я не понимаю. Зачем же кто-нибудь обязательно подпишет сумму вознаграждения за мою поимку? Знаю я этот юмор. Сам так шутил. Вам выпадает аркан от шеи. Дед какой-то с палочкой. А фонарик зачем? Я не понимаю, что надо сделать. Может, за свет забыли заплатить? Женщина. Может быть, могу квитанция. Елена Станиславовна, я нуждаюсь в вашем внимании. Да? Ах, Ипполит Матвеевич, вы немного не вовремя. Вот если бы часок-другой подождали... Подожди, вот так... Но я не могу ждать. В любой момент за нами с Пендером могут прийти. С Пендером? Тогда придется немедленно бежать. Оу. Хотите, я от этого зануды избавлюсь. Ты слышишь? Ну что вы, мадам Грицацуева, не надо. Этот человек дорог мне, как память. Я слушаю вас. А то. Какие карты у вас, однако? Это специальные карты Таро для предсказания судьбы. Эх, вы таких простых вещей не знаете. Хиромант. А то вообще, да. Прошу не оскорблять. Ну-ка, да. Что-нибудь еще? Ипполит Матвеевич. Я думала, мы просто... Как же с их помощью гадают? Это очень долгий и требующий особой сосредоточенности процесс. Я думала, пока не разговаривают. Это не школа гадания, мужчина. Мы сможем как-то это... А что означает вот это? А, вот, все, появилось. Блин. Пора направить колесо фортуны в свою сторону. И сделать это лучше, пока наш массовик затейник отвлекает доверчивых девушек. Это вообще... Ипполит. Ипа. Мадам Бау, мы долго еще будем выслушивать этого клоуна. Вернемся же к гаданию. Мне уже нечего пора. Ну, вот именно. Что ж. Продолжим определять вашу судьбу, мадам Грицацуева. Вам выпадает аркан... Аркан... Ну? Что это? А что цветная фотка? Я чувствовала... Чувствовала... О, вот и знак. Наша встреча не была случайной, товарищ. Да-да. Бендер. Просто Бендер. Остап Бендер. Товарищ Бендер. Я так долго ждала этого знака свыше. Наконец-то судьба послала мне вас. А то. Так чего же мы ждем? Прямо сейчас в ЗАГС. Эти двое будут свидетелями. Так скоро. Не спешите, товарищ Бендер. Мужчина вы, конечно, видный. Да. Но доверять сейчас нельзя даже звездам. А вдруг вы не тот, кто мне нужен на самом деле? Другого нету. Одно из важных для меня качеств вы уже продемонстрировали. Ваша доброта сегодня не знала границ. Вот если бы вы еще оказались смелым и щедрым одновременно... Так он смелый! Тогда бы мои объятия распахнулись для вас, чтобы уже никогда не отпускать. Завоюйте меня, товарищ Бендер. Я сгораю от нетерпения. Пошла жара. Он смелее всех самых смелых. Он же это, против бабы с зонтом рискнул выступить. Где твоя собачка? Она убежала от тебя. Ушла. Она ушла. И что мне делать? Да, господа. Многое я на своем веку повидала, но такой романтической, чудесной истории в реальности еще не видела. Ага. Какие непорочные и чистые чувства. Обидно, что это не со мной происходит. Так вон, пожалуйста, твой шанс. Наши отношения, Елена Станиславовна, понимаю, что я сейчас уже не тот пылкий юноша. Да что вы, Ипполит Матвеич. Для меня вы всегда останетесь самым юным и самым прекрасным рыцарем. Помните наши былые времена. Мадам, извините, что прерываю ваши сладостные воспоминания, но вдова Грицацуева говорила здесь о какой-то щедрости. Да-да. Что может быть приятнее для женщины, если она видит, что возлюбленный не скупится ради нее ни на какие подарки? Ну точно, нам нужны деньги. Помните, Ипполит Матвеич, вы как-то подарили мне карету с тройкой белых скакунов. Игаси, ты богач был. Отлично, вспомню. О, а где эти были кареты? Каркиса сейчас был бы в состоянии подарить кому-нибудь хотя бы корову, ему бы цены не было. Это да. Вы же знаете, что наша подпольная борьба отнимает у нас все силы и средства. О какой щедрости может идти речь в нашем положении? Увы. Ах, молодость, молодость. Да на самом деле, все, что надо влюбленной девушке, это чтобы объект ее мечтаний хотя бы одарил ее букетом цветов. Так просто. Это подчас является пределом ее желаний. Ах, знал бы раньше, сколько бы денег сэкономил. Ипполит! Сколько бы денег сэкономил? Ой, спасите. Ух, почему же какую серию заканчиваешь со слезами на глазах? Это же вообще-то... Это можно так делать? Ипполит, это просто... Нет слов. Куда стоять? Вернитесь обратно. Разойдитесь. Во, вот так. Да. Все. На этом мы остановимся. И продолжение следует. Все. Продолжение следует...